Как и пять лет назад, когда пришла в этот бизнес, пришла с пятимесячным сыном, вот сейчас ему, собственно, столько же и моему бизнесу, такой же возраст. Пришла я сама, меня никто не звал вообще в сетевой бизнес, но пришла я уже третий раз. Пришла осознанно уже головой предпринимателя, потому что в декретном отпуске, когда я пошла в декретный отпуск, я начала продавать женскую одежду в интернете, и тогда у меня начало меняться мышление, что люди покупают в интернете одежду, люди покупают в интернете бытовую технику, электроники, мужики автомобили в интернете выбирают, вот, и я головой созрела до бизнеса, в сетевого бизнеса, сразу говорю, не сразу, наверное, реально нужно головой дозреть. Почему многие люди не приходят в сетевой? Потому что просто в голове много очень тараканов, стереотипов, наше засилие синих экранов, бабушкины комментарии, кто когда-то был и так далее. То есть с этим надо реально прям побороться. Я примерно два года созревала и говорила всем, кто, ну, я когда уже продавала женскую одежду, меня периодически в интернете звали в Арифлейм. Я всех посылала прям, ну, по-разному. Бывало прям совсем далеко посылала, то есть я была не готова развиваться. Вот, но когда реально мышление стало меняться, я пришла осознанно и пришла на бизнес. За полгода открыла звание директора в Арифлейм, за полтора года звание бриллиантового директора, то есть у меня появились уже зарабатывающие люди, через, получается, за полтора года бриллиантового директора и уже благополучно на сегодняшний день я в открытой квалификации старшего бриллиантового директора. И 15 стран мира в копилке, это тоже, наверное, достижение такое мое, да, благодаря компании Арифлейм, переехали в двухэтажный дом с всей семьей на автомобиле. По автопрограмме третий год, этой осенью будем брать уже второй автомобиль по бриллиантовому бонусу. И самое главное, это команда, это люди, которые сейчас вместе со мной и зарабатывают, и путешествуют. И вот в этом году мы летим, наши команды, мы летим в Турцию. Осенью у нас будет конференция менеджерская, уже шестая, и у меня уже за плечами, вот уже будет 11 конференция от компании Арифлейм. Вот, я хочу с вами познакомиться, поэтому давайте по очереди, как зовут, из какого города, вот, и какая профессия. Ну, то есть вот, кем работали или работаете сейчас. Давайте по очереди. Арина, Жень, с мамой подключайтесь, не стесняйтесь. Так, ты учишься, а мама? Арина, давай, Жень, не стесняйся. Мама пока не работает. Ну, а вообще профессия какая? Жень, профессия какая? Экономист. Экономист. Вы у нас из какого города? Город Норильск, Красноярский край. Так, отлично, здорово, спасибо. Так, Снежан, давай твоя очередь. Я из Томска, работаю в школе учителем, уже 18 лет, наверное, да. В Арифлейм пришла второй раз, и оба раза за сестрой. Так, а сестру как зовут? Женя, она тоже тут. А, все, 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 я поняла, все, 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 поняла. Так, отлично, а работаешь учителем? И сейчас работаешь учителем, да? Да, да, учителем. Учителем работаешь, все, хорошо, отлично. Ну, вот будем сегодня по бизнесу, значит, обсуждать с тобой. Кто еще не подключился? Саша, да, Саша, давай с тебя. Твоя очередь. Да, Надежда. Ну, я из города Новосибирска, мне 33 года. Я мама в затяжном декрете, вот, недавно уволилась со своей работы, и я нахожусь сейчас в свободном плавании, так скажем. Ну, вот, и в Арифлейм я не в первый раз, терминация была великая, меня терминировали, и вот я здесь. И вот я здесь. Вот, пришла, пришла я к вам, да, осознанно, как на вас, как на лидера. Угу, угу, все, поняла. Ну, на самом деле, мы сюда приходим уже кто-то и по пятому, и по десятому разу. Я третий раз пришла, первый раз в 99-м году. В 10-м году стартовую программу собрала, подарки, это рождение было старшего ребенка, я уехала в камень к родителям. И, ну, кроме продукта, вообще не знала никакой информации о бизнесе. И вот в 14-м году, наконец-то, я уже добралась до презентации возможностей, которую сегодня вы все или вчера посмотрели, мы будем сегодня с вами ее обсуждать. Потому что, сразу говорю, все начинают здесь развивать бизнес реально с просмотра и не одной даже презентации. Потому что много очень лидеров, мы говорим все об одном, но по-разному. И я буду вам, конечно же, ежедневно, еженедельно подкидывать разные презентации, чтобы вы, конечно, наслушивались, чтобы вы мозги свои прокачивали. Потому что здесь очень важно, конечно, найти свою подачу, свою презентацию бизнеса, которую вы уже в дальнейшем сможете повторить. Так вот, наша задача сегодня с вами разобрать, в чем суть нашего бизнеса, что нужно делать, откуда здесь берутся деньги, путешествия, и так далее, и так далее. Кто будет помогать и что получите в результате. Поэтому давайте по очереди. Саша, давай, ты у меня последняя. Рассказывай, в чем суть бизнеса. Так, ну, суть бизнеса в том, что мы должны потреблять, то есть основываться на трех составляющих. Потребление личное, без продукта никуда, да. Вот, без продаж, скажем так. Потом обучение. То есть без обучения здесь тоже никак. То есть мы постоянно что-то новое издаем, узнаем какие-то... Ну, от компьютера некоторые люди приходят, узнают, как пользоваться компьютером, да. И уже потом постепенно бизнес, да. И третья составляющая – это, господи, обучение потреблении. А, и рекрутинг, естественно, приглашение людей. То есть мы создаем сеть партнерско-потребительской сети. Ой, создаем партнерско-потребительскую сеть. Вот так. Короче, все, что знала, все рассказала. Ну, я просто волнуюсь. А, ну ничего, это нормально. Тут у меня, видишь, вот сейчас у нас с тобой... Еще муж зашел меня, смутил. А, понятно. У нас вроде бы сейчас три новичка, а на самом деле, вы видите, в чате-то у нас 12 человек. Все остальные-то учатся, вы думаете, что все пришли. Все пришли учиться вторую встречу проводить. Нормально, потом второй-третий раз поймешь, что становится все проще намного. Смотрите, у нас смысл любого бизнеса, вообще любого бизнеса, традиционного бизнеса, сетевого бизнеса в создании товарооборота. То есть, чем больше количество людей пользуются продукцией, либо услугами нашей организации, тем больше, ну, собственно, зарабатывает бизнесмен, попросту сказать. Либо создаются товарообороты, и нужен продукт, либо люди предлагают услуги, например, фитнес-центры. Чем больше количество людей будет ходить и пользоваться услугами этого фитнес-центра, или там СПА-центра, тем больше будут зарабатывать предприниматели, бизнесмены. У нас в нашей компании, слава богу, есть продукт. То есть, к нам не пришел, принеси деньги, забери деньги. То есть, есть финансовые пирамиды. А у нас в нашем случае, в нашем случае, у нас есть в компании самое классное, да, это продукт. Продукт материальный. Потому что я продвигала банковский бизнес, я продавала, ну, не материальный, сложно было продавать, поэтому я реально набрала вот такой опыт за плечами продаж. Потому что кредитный продукт, его не пощупать, не понюхать, очень сложно продавать банковские страховые продукты, сложнее, наверное, нет продуктов. И поверьте мне, наш продукт продвигать, как конечный продукт, намного проще, потому что мы этим продуктом с вами ежедневно пользуемся. Да, у нас товарообороты создаются не из пустого воздуха, а продукции, которые мы сами пользуемся. Ну и, конечно, один человек никогда не продаст столько, сколько купят себе тысячи людей. Поэтому смысл кардинально поменялся. Вот если раньше в Арифлейм, чтобы создавать товарооборот менеджера, директора, нужно было брать каталог и продавать, вариантов больше не было, потому что не было интернет-магазина. И предприниматель не мог людей направить куда-то, чтобы они делали самостоятельно заказы. Людям просто было лень приходить, оформлять, поэтому консультанту такой был связующим звеном. Сейчас, как такового консультанта с каталогом в руках может и не быть. Он, конечно, есть те, кто продают, но их немного, всего 5-10%. На самом деле, большой объем продаж вашей организации, моей организации составляют покупатели. Люди, которые просто для себя из каталога в каталог, из года в год, в разных городах и даже странах, по моей рекомендации и рекомендации моих людей, совершают покупки каждые 3 недели. Ну и там, в следующие 3 недели у нас 17 каталожных периодов, 17 зарплат в году. Так вот, что хочу сказать. Все, кто из вас выбирает направление бизнеса, у нас основных 2 направления сотрудничества, бизнес и дисход, пройдут путь от консультанта до менеджера, от менеджера до директора компании Reflame. От чего зависят квалификации вот эти? Давай, Саша, от чего зависят квалификации менеджер, консультант, менеджер и директор? Менеджер и директор. То есть вот эта квалификация как присуждается, как дается эта квалификация? Соответственно, то есть выполнение личного товарооборота. Не только личного. Это групповой товарооборот, то есть от товарооборота. Да, от товарооборота, который создают в организации консультанта, менеджера и директора люди. Так вот смотри, если ты выбираешь направление бизнеса, то твоя задача создать товарооборот своей организации на 300 тысяч рублей. Помнишь в презентации я про это говорила? Да. 300 тысяч рублей. Объем директорской организации создают люди, которые для себя заказывают их примерно 80%. Так вот люди, которые сегодня заказывают просто для себя, им нравится продукт, они завтра незаметно для себя начинают рекомендовать и становятся продавцами. То есть вот на продажу мы не зовем, но просто из лояльных покупателей со временем появляются хорошие продавцы, которые просто рекомендуют, начинают собирать заказы и получают немедленную прибыль от продаж и 5, 10, 15 тысяч рублей. Их немного, но они есть в России, продавцы. Просто это активный источник дохода и здесь ты никогда не будешь финансово свободным. А смысл бизнеса, любого бизнеса в том, чтобы иметь самое ценное время и деньги. Это будет в одном только случае, если реально будет создана бизнес-система, которая будет работать на тебя. Это отличает предпринимательство от бизнеса, потому что индивидуальные предприниматели, они все сами. А вот бизнес отличает предпринимательство, бизнесмена от предпринимателя. В том, что мы сейчас создаем с вами организацию так, выстраиваем, что эта организация, вопрос только времени, будет работать на нас. Но это будет в том случае, когда под вами будут появляться самостоятельные директора. То есть вот я просто вам сейчас немножко в голове механизмы расставляю, чтобы вы немножко вот эти фокусы расставили. Что мы с вами делаем, кого мы приглашаем. Потому что у многих в голове, что вот бизнес, бизнес, бизнес. Я сама с этим 2-3 года, наверное, жила. Потом, когда я оглянулась на свою организацию, я поняла, что 80% это просто покупатели. Украина, Беларусь, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Киргизия, Турция, Афгении. Ну где-то там еще у меня есть люди зарегистрированы. В Азербайджане, чтобы вы понимали. То есть люди будут приходить по-разному. Потому что вот у вас, ну вы пригласили партнера, у него, например, родственник или сестра живет в другой стране. Если там Арифлэйм открыт для спонсирования, потому что мы в 51 стране мира можем спонсировать. Это вообще компания более в 60 странах мира. Например, в Китае мы не можем структуру развивать. Он закрыт. Туда люди не могут зайти и создать там структуру. Там могут развиваться только китайцы. Ну чтобы вы понимали. То есть есть страны, которые открыты, и там можем мы рекрутировать. А есть страны, которые закрыты. Они хотят в рамках своей страны развиваться и не давать возможность другим лидерам туда зайти. Понятно? Чтобы вы понимали, в чем разница. Так вот, со временем ваши покупатели будут везде. И они будут сами делать заказы. Сами забирать. Это не ваша головная боль. Это головная боль компании Арифлэйм, которая осуществляет доставку, к примеру, в России, более чем в 4000 офисов по России, СНГ и других странах мира. Чтобы компании открыть другую, любую. Этот бизнес и продукт компании. Кто-то будет покупать, приходить. Кто-то будет бизнес развивать. Но я вам скажу очень важную вещь. Мы приглашаем людей, не выбираем, кого пригласить на продукт, а кого пригласить на бизнес. Потому что у многих из вас сейчас в голове будет, блин, этого на продукт приглашу, а этому бизнесу расскажу. Нет, мы приглашаем на все возможности Арифлэйм. То есть мы приглашаем на все возможности. И мы проводим эту презентацию в разном, ну как бы, разного формата. Мы приглашаем на онлайн презентацию. У нас есть тест-драйв бизнеса два раза в неделю. И круглосуточный тест-драйв бизнеса у меня в WhatsApp, в Telegram чате. Вы можете прослушать информацию в удобное для вас время. Ну и, конечно, записи презентаций. Они тоже у нас круглосуточно работают. Вот. Поэтому только после того, как человек посмотрел презентацию, он уже, как сказать, прежним уже не будет. Когда он понял, что в Арифлэйм есть доходы, 100, 200, 300 тысяч бесплатные путешествия, он уже будет с этим зерном сидеть. И у кого-то зерно начинает созревать сразу, а у кого-то два года. А кто-то будет год созревать, а кто-то месяц. Чтобы вы понимали. И поэтому наша задача, тех, кто не готов включаться в этот бизнес сразу, снижать планку до продукта и говорить с ними на языке потребностей потребителя. Какие потребности у потребителя? Нижан. Нижан. Давай, просыпайся. У потребителя какая вообще мотивация? Почему люди покупают продукт? Брать со скидкой, потому что какие-то акции. Так. Так. Ну и потребитель, наверное, может маленько их продавать, течень. А ну... Вообще брать с скидкой можно... Да, да. То есть он участвует в разных акциях, в распродажах. Потребителю нравится то, что продукт реально сертифицированный. Продукт работает. Продукт шведский, но по российским ценам. Со временем он о продукте знает намного больше, чем все остальные. Он понимает, что тот же самый продукт, который идет в Россию, к примеру, если он идет с тех же заводов, идет, например, в Грецию, или в Испанию, или в Турцию, он идет реально на порядок дороже. Ну, прям на порядок раз в шесть. Просто вот для интереса я всем своим партнерам говорю. Зайдите, выберите на сайте Арифлейм Россия, не Россию, а другую страну. Зайдите, посмотрите, сколько стоит, к примеру, набор на ВЭЧ. Комплексный уход, инновационный, да? Наши разработки секретные, военные. Если вы посмотрите, сколько продукт стоит в России, увидите, сколько стоит он в Европе, вы очень удивитесь. В России шесть, а там тысяч шестнадцать он будет стоить на наши деньги. Вы поймете, что вам реально достается продукт по очень выгодным ценам. И не все, ну, большинство об этом не знают. Многим кто-то говорит, Арифлейм это дешевый продукт. То есть будут такие возражения. Я говорю, давай мы тебе закажем не с российского сайта, давай мы тебе с Турции закажем. Что подороже, ты хочешь подороже? Мы можем подороже организовать, да? Вот, посмотрите, сколько стоит Wellness вообще в Европе. Астаксантин наш, который природный, есть синтетический, а есть природный. Стоит, ну, вот в районе 100 евро, что ли, я где-то на какой-то вот заходила, не помню сайт. То есть продукт очень дорогой. А у нас в России продукт доступный. Почему, спросите вы? Потому что объем продаж Арифлейм в России больше, чем объем продаж Арифлейм во всем мире. А у нас с вами более чем 60 стран мира. И Арифлейм продает больше. Поэтому компания демпингует. Почему? Потому что хочет стать маркой номер один. Стратегические планы серьезные у компании. Поэтому, чтобы мы были реально доступны, надо, чтобы продукт был как масс-маркет, так и более инновационный продукт, такой как Wellness и Novage. Это немножко вам о продукте, чтобы вы знали, как отрабатывать возражения людей, которые после презентации, к примеру, будут, ну, не будут знать, зачем им зарегистрироваться. А ваша задача рассказать, что есть твое место в компании Арифлейм сегодня, сейчас. И не надо ждать идеального времени, когда ты захочешь. Или когда у меня получится, как некоторые говорят, говорят, давай ты попробуешь, потом я начну. Нет, здесь и сейчас ты можешь зарегистрироваться здесь и сейчас. И просто покупать для себя со скидкой продукцию и занять место в моей организации. Потому что, ну, у нас, конечно, и система такая очень привлекательная, выгодная. Ты зарегистрировался, и под тебя уже спонсор помогает, да? Помогает словом и делом. Вот, поэтому, конечно же, мы с вами можем быть на сегодняшний день привлекательны абсолютно всем. Поэтому мы приглашаем на презентацию возможностей. И наша задача научиться выяснять потребности. Это вот в технике продаж, в технике продаж есть очень такой важный этап. Приветствия, установление контакта и выявление потребностей. Поэтому, если вы думаете, что все должны быть бизнес-партнерами, то я вас могу уверить. После презентации 10%, ну, в лучшем случае, будут бизнес-партнерами. А всех остальных, если вы научитесь снижать планку до продукта и говорить на языке красоты, здоровья, длинных ресниц, гладкой кожи, отсутствием пигментации, то вы найдете ниточку и притянете тех людей в свою организацию. И у вас через полгода будет, например, ну, там, через несколько месяцев потребителей на 30 тысяч, а через год на 300 тысяч, а через 3 года на 3 миллиона. Чтобы вы понимали, у меня за 5 лет сейчас объем продаж примерно 10 миллионов. И 80% потребителей, чтобы вы просто объемы понимали, объемы продаж моей организации, кто их создает. Услышали меня? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...